7 апреля будет отмечаться Всемирный день здоровья. В этом году праздник пройдет под девизом «Урбанизация и здоровье». О влиянии городской жизни на самочувствие запорожцев сегодня говорили в Облсес. Приуменьшать комфортность, перспективность и качество жизни в городе никто не станет. На этой мысли сошлись все участники прошедшего круглого стола. В городе масса возможностей для профессионального и культурного роста. К сожалению, того же нельзя сказать о здоровье городского населения. Все возможные и существующие зарегистрированные на сегодня вредные факторы сконцентрированы, конечно, в условиях города в гораздо большей степени, чем в условиях сельской местности. Ну и имеются негативные социальные стороны, скучность жизни, высокая, высокая полотность населения предполагает, как вот такую оборотную сторону медали, рост преступности, вредных привычек, алкоголизм, табакокурение, наркомания. Все эти вещи в условиях города распространены гораздо шире, чем в сельской местности. За последние пару лет в Запорожье отмечается снижение выбросов промпредприятий. В общей сложности почти на 30%, как отмечают специалисты. К сожалению, не падает уровень загрязненности воздуха в зонах жилой застройки. На рассмотрение Верховной Рады уже был отправлен законопроект, который помог бы таким экологически сложным городам, как Запорожье. Но пока народные депутаты этот проект закона не приняли. С моей точки зрения, этот закон дал бы существенные возможности привлечения дополнительных средств, потому что в рамках этого документа предполагалось на период проведения техперевооружения предприятий оставлять у них и налог, часть налога на прибыль, часть налога на добавленную стоимость, а это очень значительные средства, которые можно было бы пустить на улучшение экологии у нас в городе Запорожье и, безусловно, на улучшение здоровья населения. Но есть и факты, которым сегодня можно порадоваться. Это результаты работы в нашей области программ под патронатом ЮНИСЕФ, в том числе и результаты работы в области клиники дружественной молодежи. У нас имеются достаточно положительные сдвиги и в заболеваемости среди детей, особенно подросткового возраста, и улучшение показателей смертности, и также снижение и абортов среди девочек, и уменьшение у нас рождаемости именно девочками до 18 лет. Положительно оценили участники «Круглого стола» на вовведение с ограничением курения и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Говорят, пусть не так скоро, но результат мы ощутим, как это было во многих зарубежных странах. Как подытожили участники «Круглого стола», в вопросе здравоохранения каждого человека все же первую роль играет его собственная сознательность. Продолжение следует...